Рецепт пластичного шоколада Привет, друзья! Базовый рецепт пластичного шоколада растапливаю его в микроволновке или на водяной бане В горячее какао-масло я высыпаю 100 г черного шоколада Можно использовать и молочный и белый Пусть здесь как раз шоколад подтопится На дне сотейника, если видно, у меня налито 50 г сиропа глюкозы Добавляю к нему чайную ложку сахара без верха 5 г И сюда же чайную ложку 5 г воды И теперь глюкозу с водой и сахаром нужно нагреть на плите До кипения доводить не надо Достаточно, чтобы растворился сахар Горячий сироп глюкозы с растворившимся в нем сахаром Я выливаю в шоколад И остается все хорошо мешать Мешайте все до полного растворения шоколада Вот такой простой по приготовлению, но довольно сложный по ингредиентам рецепт Расскажу вам одну вещь Только это секрет, никому об этом не говорите Если вы не будете добавлять какао-масло, сахар, воду А смешаете просто шоколад с глюкозой У вас тоже получится пластичный шоколад Возможно он будет немного другим по своей консистенции Но розы из него делать вы тоже сможете Когда видите, что весь шоколад растворился Дайте смеси немного остыть Пока черный шоколад остывает Покажу остатки от розы Этот пластичный шоколад из молочного Причем я не специально сделаю из молочного Я просто перепутала пачки Ну получилось тоже очень неплохо Видите, он сейчас еще в руках размягчился Самый настоящий пластилин Я храню его при комнатной температуре в пленке Держать в холодильнике никакой нужды нет Пока я тут ходила бродила Видите, как хорошо все встало Выкладываю шоколад на пленку Заворачиваю и оставляю на 12 часов при комнатной температуре для созревания Можно оставить на более долгий срок Итак, солнце взошло, шоколад готов Не пугайтесь, он слегка задубел Теперь его нужно будет в руках согреть и промять В общем смысл понимаете Когда он жесткий его нужно погреть и помять Когда он слишком мягкий его можно положить в холодильник немного охладить Я думаю, кто имел дело с мастикой, тот понимает, как с ним обращаться Потому что это практически то же самое Видите, он матовый Но стоит его покатать в руках и он становится блестящим Я постелила силиконовый коврик Чтобы удобнее было И покажу немного, что можно делать То есть тут есть как более легкие пути Ну просто совсем, да Так и более изысканные варианты Допустим скатали цилиндрик И делите его поперек Только коврик не прорезайте И смотрите Допустим просто разминаете руками Причем понимаете, здесь какое дело Если у вас что-то не получается Вы так же, как и пластилин Можете все смять и начать заново Если большие, неровные Все можно подрезать Подправлять Если чувствуете, что становится слишком слишком мягким Его можно ненадолго положить в холодильник Вот так, например Сложить паровоз И сворачивать его Все видите Вот уже такая элементарная роза готова Обрезать Вот так сжимать Оторвать А можно обрезать Ненадолго поставить в холодильник Чтобы закрепить форму Он потом сам будет держать Просто сейчас шоколад размягчился от тепла рук Когда шоколад уже размягчили, лучше надеть перчатки и руки останутся чистыми и на шоколаде не будет ваших отпечатков пальцев. Следующий вариант. Его можно раскатать, причем можно сделать это достаточно тонко и, кстати, я не зря вспоминала про мастику. Если у кого-то есть инструменты для мастики, с этим шоколадом тоже их можно использовать. Теперь беру вот такую круглую форму, можете больше, можете меньше, зависит от размера и декора, который вы хотите получить. Обрезки видите, ну, прекрасно, дальше можно раскатывать. Вы можете сделать вот так, и он будет сохранять вот такую форму. Можно сделать у лепестков немного такие неровные, изогнутые края, чтобы, допустим, роза была более живая. Не обязательно все сразу закатывать. Можно потом прикреплять лепестки. Здесь скрепляйте и аккуратненько обрезайте. Видите, никаких особенных художественных навыков не нужно. Вот розы, которые я достала из холодильника, это я поставлю на тарелку, пусть она немножко охладится, а это все, вот ее можно спокойно трогать за лепестки, и она не станет потом мягкой, она не поползет, то есть ее форма будет сохраняться. В принципе, даже если вы не уберете ее в холодильник, она все равно свою форму не потеряет, просто в холодильнике быстрее. Очень удобно с вайнерами, то есть вот такие двойные формы. И опять же можно делать не прямой, можно взять подложить под него ложку и форма останется вот такой. Не знаю, фокусируется он или нет, не нравится ему шоколад, слишком темный. Есть еще такие формы силиконовые, надо так сделать его совсем помягче. Эту форму я поставлю в холодильник, чтобы проще было потом достать розочки. Ну что еще можно для декора? Да, кстати, мне одна из подписчиц прислала такую идею шоколадного подарка. Пельмени из пластичного шоколада. Есть такое дело, можно сделать пластичный шоколад из белого и налепить пельмешков со сладкой начинкой. Ну, то есть такие конфетки. Это будет интересно, забавно, необычно. Ой, если хватит времени и сил, сделаю видео к какому-нибудь празднику с таким подарком. Как вы видите, я режу ножом, но тупой его стороной. Можно взять шпатель для этой цели. Вот такой бантик. Ну, вот я думаю, достаточно. Да, это декор, можно красить кандурином. А если делаете из белого шоколада, то можно добавить краситель. Ну, вот насчет красителей я еще не поэкспериментировала. По идее, здесь сироп глюкозы и чуть воды есть, как бы может и водорастворимой сработать. Ну, не знаю, такие и вот такие получились малюсенькие-малюсенькие розочки. Ну, между прочим, тоже интересно. Смотрите, какие интересные. Дивайнеры, кандурин и сам шоколад мне прислали из магазина Торта Мастер. Все ссылочки будут под видео. Кандурин остался на тарелке, когда я брызгала розочки. Вот я могу подкрасить. Но если вы хотите потом еще этот шоколад использовать, лучше, конечно, не красить. Да, мы тут с одной из подписчиц переписывались. Я спросила, можно ли использовать еще где-то этот декор или как бы все на торт поставить. И умерла, так умерла. Во-первых, его, конечно же, можно есть. Вы по составу понимаете. Ну, что здесь шоколад, глюкоза, какао-масло, что называется, приятного аппетита. Но это, опять же, совершенно необязательно. Если, например, у гостей плохая память, сняли эту розу с торта, сделали другой и поставили на него. Ну, в общем, я думаю, что мне больше незачем отнимать ваше время и внимание. Все, что на данный момент я знала об этом шоколаде, я вам рассказала. Дальше в помощь вам уже ваша фантазия. Вот уже сняла перчатки и вспомнила еще об одной идее, которую хочу вам показать. Ну, в принципе, даже и хорошо, что я перчатки сняла, что в данном случае лучше теплые руки. Пожалуй, разделю, а то дальше уже сложно. Вот так. Не знаю, что из этого можно сделать. Например, бордюр. Правда, для бордюра я бы немножко тоньше раскатала. И, кстати, по такому же принципу можно заплести косичку. Ну, то есть раскатать три полосочки. Ну, на этом уже точно все. Вот такой декор из пластичного шоколада у меня получился и обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита!